Телятина запеченная с грибами и с овощами в рукаве в духовке. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Дача Супер. Сегодня очень простое блюдо, реально простое. Все сложить в рукав, положить в духовку и запечь. Нет никакой грязной посуды. Вот такие у меня большие куски телятины. Грибочков очень много, картошечка, все овощи. Все очень вкусно-вкусно. Для приготовления сегодняшнего блюда я выбрала телятину. У меня такая молодая телятина на кости. Вот такие вот кусочки, которые с костью. Вот такие вот, как грудинка. В общем, телятина порублена с костью. Такие кусочки я выбрала. Из овощей у меня будут сегодня грибы. Достаточно много, здесь 600 грамм. Штук 7-8 картофелин. Одна морковка. Болгарский перец для красоты и цвета. Луковица, пару зубчиков чеснока. Зеленый лук у меня замороженный. Петрушка тоже замороженная. Перец, соль по вкусу. Десяток где-то вяленых томатов, либо можно взять свежие томаты. Два лавовых листика. И растительное масло совсем чуть-чуть. Вот и все ингредиенты. Все просто, вкусно. И всегда замечательный результат. Мясо я уже предварительно поперчила, посолила. Немножко оно у меня постояло. Ну, буквально пару часов. И здесь небольшое количество растительного масла, чтобы хорошо этот маринад поработал. Но тут здесь только соль, перец и гранулированный чеснок. Сейчас я в этой большой емкости буду соединять все ингредиенты. Грибы. Если они маленькие, я прям вот так целиком их сюда буду бросать. Хочу, чтобы они остались вот такими крупненькими нам. Ну, они, конечно, отдадут свою влагу и будут потом мельче. Те, что покрупнее, я буду разрезать буквально пополам. Мясо будет в основном с грибами. Грибы я уже сюда мясу добавила. Так их немножко уплотню. Я не сказала, естественно, что грибы прежде были тщательно вымыты, обрезаны или лишние какие-то ненужные детали. Ножка и так далее. То есть они у меня чистые и просушенные были. Вот так. Просто мне сюда еще много ингредиентов нужно добавить, поэтому я немножко так утрамбовала. Дальше. Картошка. Разрезаю ее, ну, наверное, вот так на 4 части. Достаточно крупно. Картошка здесь. Грибов значительно больше, чем картошки. Я ее тоже так немножко. Лучше взять, конечно, емкость побольше. Мне нужно именно все ингредиенты смешать. Теперь морковь. Можно натереть на терке, но я нарежу кубиками. Хочу, чтобы все овощи как бы были отдельно, поэтому морковку не тру на терке, чтобы она не превратилась в кашу. Вот она тоже будет такими кусочками. Для этого блюда можно взять и замороженные наборы, куда входит, допустим, цветная капуста, морковь, кабачок. Это тоже будет здорово, если добавить, допустим, замороженную смесь. К ней же можно добавить картошку и грибы. Но замороженные смеси есть и с грибами, поэтому это тоже как бы хороший вариант. Вот так. В общем, морковка идет сюда. Чеснок можно оставить целыми зубчиками, чтобы потом можно было извлечь. Либо разрезать как-то, либо измельчить. Ну, в общем, я разрежу вот так на 4 части. Если найдется где-то там, то можно его вытащить. А если нет, то можно и съесть. Ну, в общем, вот так. Для запаха и вкуса. Луковицу режу полукольцами. Кто не любит лук крупно, естественно, можно нарезать мелким кубиком. Вот так, полукольцами. Теперь мне все это как-то надо перемешать. Даже не знаю, как сделать в этой емкости. Перец болгарский порезать полукольцами. Количество ингредиентов, в общем-то, можно сделать на свой вкус выбирать. Я выбрала такие сегодня. Можно без картошки. Понятно, что все это сугубо на свой вкус. Достаточно крупно. Так будет ярким таким элементом. Очень хорошо это блюдо, конечно, летом готовить. Когда все овощи есть. Можно на основе кабачка, баклажана. Ну, в общем, когда есть разнообразие фруктов. Ой, вернее овощей. Летом это будет особенно вкусно. Я все порезала. Теперь бы мне как-то это перемешать. Ну, в принципе, его потом могу перемешать и в кулинарном пакете. Потому что я это буду запекать в кулинарном мешке, в пакете. Теперь я добавляю сюда вяленые томаты. Ну, в общем, вот так. Теперь я сюда добавляю зелень. Зеленый лук. Вот так. Петрушка. Главное, в общем, какую-то большую емкость взять. Соль. На свой вкус. Как вы знаете. Ну, я думаю, что тут где-то чайная ложка. Может быть, чуть больше. Чёрный молотый перец. Теперь задача всё это перемешать как-то. Самое сложное осталось. Вот. Как это мне перемешать? Можно взять ещё одну емкость и сделать, как бы перевернуть в другую емкость и перемешать таким образом. В общем, вот так. В общем, мой вариант взять... Ой, тут немножко выглядывает дощечка. Он всё время разглядывал. Да? Не важно. Мой вариант, как перемешать, взять вторую миску. Вот так накрыть, перевернуть. И вот так вот как-то перемешать всё это. Ну, в общем, вот так у меня получилось. Хорошо перемешать, конечно, мне не удалось. Но я думаю, что когда я сейчас его переложу в кулинарный пакет, всё это будет намного лучше. Я взяла вот такой кулинарный кулинарный пакет, где-то, наверное, полметра, может, сантиметров 60 отрезала. Сейчас я его завяжу с одной стороны. Ну, на упаковке с кулинарными пакетами нарисовано, что его нужно класть вверх швом. Вот тут вот есть такой шов, где эта плёнка сшита. Этим швом нужно всегда класть вверх. В общем, с одной стороны завязываю. Вот так плотно открываю его. И теперь сюда мне нужно выгрузить содержимое этой миски. Для этого я беру миску номер 2, кладу в неё вот так пакет. Открываю. И сейчас буду перекладывать. Наверное, ложкой. Вот так. Если есть помощники, кому подержать и просто перевернуть, то хорошо. Если помощников нет, то вот так вот ложечкой постепенно, потихонечку уже всё здесь перемешалось. В процессе выкладывания можно выкладывать из разных частей ёмкости, и оно будет постепенно перемешиваться. Вот так выглядит мой кулёк. Теперь мне его нужно завязать с этой стороны. Вот как банка трёхлитровая практически. Я ещё сюда добавлю пару ложек растительного масла, потому что телятина, она не очень жирная, молодая, поэтому буквально две ложечки масла. Воду не добавляю. Воду не добавляю. В принципе, можно добавить немножко воды, но так как у меня грибы, они, в принципе, достаточно много в них влаги, и я думаю, что её будет достаточно. В картошке, в грибах, ну и, соответственно, в мясе тоже есть влага. Всё, завязываю. Вот так плотно. И теперь я выкладываю на форму, на противень, либо на какую-то форму. Вот у меня шов, если его видно, вот он шовчик, этим шовчиком вверх. Вот у меня есть форма. Вот так перекладываю. Вот так вот распределяю. Ух, такой мешок получился еды. Можно взять, конечно, ёмкость побольше. Сейчас, наверное, пойду противень принесу, потому что как-то маловатый эта форма оказалась. Отправляю в духовку. Где-то на час, может быть, больше, час двадцать. В этом рукаве оно будет запекаться, тушиться, всё останется внутри, все вкусы, ароматы. И всё-всё-всё. Всё. Духовку. Духовка горячая, сто восемьдесят градусов. Отношу, пусть печётся. Всё готово. Вот такая получилась красота. Запеклась картошечка даже. А жидкости сколько? Полно ещё жидкости от грибов. То есть ни грамма здесь воды нет. Всё в собственном соку. Мясо тоже поджарилось. Вот такие красивые поджаренные кусочки получились. Я открыла рукав уже только сейчас, когда вытащила. А так всё было тут закрыто. Отличная запечённая картошечка. Всё выкладываю на красивое блюдо. У меня есть красивое блюдо. Сейчас я буду выкладывать. Я буду прям вот так целиком беру и перекладываю на блюдо. А потом вытаскиваю плёнку. Всё на блюде. Теперь я... Плёнка уже остыла. Вот тут сверху. Вот так просто разрываю. И вот соус красивый. Всё это теперь будет на блюде. Вот так. Такая красота. Горячее всё. Красивое, вкусное. Всё. И кастрюлю не испачкала, и противень. И всё переложила на блюдо. Пахнет грибами. Замечательно. Это такие тёмные... Это вяленые томаты. Вот такие куски мяса. Вот они даже обжарились. С косточкой. Вкуснотища. Приятного аппетита. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.